Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Ольга Ванеева. И в начале об основных темах сегодняшнего выпуска. Мы еще достаточно долго будем защищать эту территорию, потому что у нас есть проблема, связанная с тем, чтобы люди присутствовали. И это одна из норм, которые мы ввели. Глава Каннска предоставила отчет о продвижении работ по расчистке улиц от майских пожаров, а также о материальной помощи и расселении погорельцев. У нас есть буквально одна неделя до выбора по праймеризу, то есть это предстоящее воскресенье. И подготовиться по первой или второй модели, это где будет гласность, где будет открытость. Члены партии «Единая Россия» обсудили проведение предварительных выборов депутата по четвертому избирательному округу. Один раз попали под расческу. Это ветви, которые висят над водой. Трое суток на плоту провели школьники во время сплава по Кану. Это был не просто отдых, а целая туристическая программа. И теперь обо всем подробнее. Канск продолжает устранять последствия пожаров, которые произошли 24 мая. В настоящее время ведутся работы по расчистке погоревших улиц. Анастасия Трикос продолжит тему. Расчистка жилого сектора, пострадавшего от крупных пожаров, 24 мая почти завершена. На сегодняшний день улица Тихая и Комсомольская убраны полностью. Теперь работы ведутся в поселке строителей. Накануне в городской администрации состоялось очередное совещание, в рамках которого глава города выступила с отчетом. Надежда Качан рассказала о мерах, предпринимаемых чиновниками, и о том, что тормозит уборку улиц от обгорелых останков домов. Мы еще достаточно долго будем защищать эту территорию, потому что у нас есть проблема, связанная с тем, чтобы люди присутствовали. И это одна из норм, которую мы ввели, собственники жилья присутствовали на территории по зачистке. Иногда те согласованные действия не позволяют очень быстро работать, чтобы технику не переставлять. Обсудили на совещании и вопрос переселения погорельцев. Известно, что утвержденным застройщиком многоэтажки в 6-м Северо-Западном, которую решено достроить для пострадавших, выступает Краевой жилищный фонд, а подрядчиком Каннская компания «Строинвест». Стоит отметить, что те, кто не был прописан в сгоревшем доме, будут лишены права на получение новой квартиры, а это 55 из 118 семей. Что касается региональных выплат, на данный момент 115 семей получили по 50 тысяч рублей, и три семьи по 20 тысяч. Единовременную адресную материальную помощь получили 360 граждан. В списке на федеральную материальную помощь 112 человек. Как у меня тут спрашивал один из каналов центральных, а другие, есть ли люди, которые пристраиваются к этой ситуации? Я говорю, конечно, есть. Что такое 110 тысяч? По-хорошему, это годичная работа, да, такого-то дворника. То есть год можно не работать. Поэтому они думают, сейчас какими-то судьбами, пристроившись к этой ситуации, можно. Поэтому здесь быть надо очень осторожно. Также Надежда Качан затронула проблему с предоставлением детям-погорельцев бесплатных мест в летних оздоровительных лагерях, их дальнейшей подготовки к школе и полной поддержки граждан во время временного пребывания в гостинице «Сибирь». Случившаяся 24 мая трагедия не только внесла свои коррективы в ход жизни города, но и повлияла на формирование бюджета на 2017 год. Это вчера обсуждали на внеочередной 20-й сессии Каннского городского совета депутатов. «Та корректировка по бюджету, которая сегодня предусмотрена данным бюджетом, она идет на выплату тех средств, которые сегодня нам необходимы на аварийно-восстановительные работы, по предварительным данным, которые мы сегодня вам представили. Это разборка, снос тех строений, которые сегодня есть. Значит, это восстановление тех домов в поселке строителей. Далее, значит, это расходы, связанные с проживанием и с питанием этих работников». Также на сессии было принято решение о проведении выборов депутата по 4-му избирательному округу. Накануне вечером в местном отделении партии «Единая Россия» состоялся политический совет, на котором члены партии обсудили проведение праймериза. Анастасия Мосина расскажет о том, когда и как пройдут предварительные выборы. На сегодняшний день праймериз или предварительное голосование проводят только единороссы. Внутрипартийные выборы бывают открытыми, когда голосовать может любой, и закрытыми, когда право голоса имеют только члены партии. На заседании Политсовета члены «Единой России» обсудили то, по какой модели провести предстоящие предварительные выборы. Процедура предварительного голосования традиционно входит. Это выбор моделей голосования, это формирование организационного комитета и назначение председателя организационного комитета. Всего существует 4 модели, по которым праймериз может быть проведен. Первые две считаются более открытыми, другие две уже вносят некоторые ограничения. Каннские единороссы остановились на четвертой модели, согласно которой голосовать могут только члены партии «Единая Россия». У нас есть буквально одна неделя до выбора по праймеризу, то есть это предстоящее воскресенье, и подготовиться по первой или второй модели, это где будет гласность, где будет открытость и массовость. У нас просто физически нет времени. Поэтому четвертая модель, она более консервативная, но тем не менее, я думаю, на результат она никак особо не повлияет. Кандидатом в депутаты может стать любой гражданин, не имеющий судимости, предоставивший весь необходимый пакет документов и не являющийся членом другой политической партии. Другими словами, единоросс или беспартийный. В настоящее время, в соответствии с внутрипартийным порядком, решение о выборе четвертой модели проведения праймериз в Каннске должно пройти согласование в региональном отделении партии. Добавим, заявление от кандидатов в местном отделении партии принимают до 27 июня. Праймериз состоится 2 июля. И 10 сентября в единый день голосования пройдут выборы. А также напомним, что дополнительные выборы будут проведены в связи с тем, что предыдущий депутат по четвертому избирательному округу Артур Макартычан избрался в законодательное собрание. Анастасия Мосин, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал. Развитие негосударственных организаций в свете сегодняшней государственной политики. Красноярская региональная общественная организация «Фурор» старается использовать все возможности для развития. Совсем скоро на ее базе начнет работу ресурсный центр. Какие перспективы он открывает и чем сейчас занимаются активисты. Об этом далее. Красноярская региональная общественная организация по реализации молодежных программ «Фурор» готовится к открытию ресурсного центра. На протяжении года некоммерческое объединение работало в направлении развития молодежной политики в Каннске. Основной упор делали на проведении мероприятий в рамках краевых флагманских программ и поддержку городских молодежных движений. А сейчас пришли к выводу, что пора переходить к проектам. Ведь для того, чтобы мероприятие провести, нужен ресурс. Совсем скоро таким ресурсом может стать «Фурор». Как раз будут развивать вот эти некоммерческие организации тоже в городе. Проводить для них обучение, рассказывать о площадках, где эти некоммерческие организации могут брать средства, чтобы существовать. Потому что пока ни одна не финансируется государством, они выживают за счет гранта. В Каннске 58 официально зарегистрированных НКО. Активно работают единицы. «Фурор» планирует оказывать им помощь в организации и проведении мероприятий. Тем более, что поделиться есть чем. И в первую очередь речь идет об опыте. За год существования «Фурор» провел массу мероприятий. Это и фестивали субкультур, и автоквесты, традиционные праздники. Организация поддерживает краевое движение «Беги за мной». На ее базе работает фитнес-клуб «Леди Фит», добровольческое движение, театральная студия «Калейдоскоп». Участники последнего, кстати, преимущественно школьники, на каникулах решили без дела не сидеть. Во дворах Канска они устраивают интерактивные площадки для детей. Это вообще здорово, мне кажется, прикольно, весело, бесплатно. Дети сами себе предоставлены, как правило, летом. За ними сильно не присмотрят ничего. Здесь приходят молодые ребята. Мне кажется, это вообще здорово и круто проводить время. Тут и игры всякие, и конкурсы. Активисты научили детей плести фенечки из атласных лент, провели пару подвижных игр и нарисовали дерево, на котором каждый ребенок смог написать свое пожелание. Мы рассказываем детям то, что нельзя мусорить. Основные правила экологии. Мы сделали с ними большое дерево, где написали все свои пожелания. И они и верят, что это сбудет. Открытие ресурсного центра позволит фурору углубиться в проектную деятельность. Но это совсем не значит, что здесь перестанут проводить мероприятия. Не так давно на молодежной площадке прошел фотофорум «Вспышка» – образовательная программа для фотографов. А в скором времени организаторы обещают провести мастер-класс для дизайнеров. А если получится попасть в реестр социальных услуг, то удастся осуществить еще многие и многие задумки. Ведь это открывает большие перспективы. НКО, вошедшие в реестр, получают возможность участвовать в торгах, получать субсидии для реализации социальных и молодежных проектов. Анастасия Мосин, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы мы расскажем, как лучше всего донести детям о правилах поведения на дороге. С какими трудностями пришлось столкнуться новичкам-туристам в сплаве по реке Кан. Чем завершилось краевое первенство по футболу на стадионе «Спартак» и какие спортивные состязания объединили жители района БХЗ. Оставайтесь на пятом канале. У цветов есть глаза, уши и даже рот. И наши розы умоляют. Не продавайте нас так дешево. А мы будем. Сенсационная цена в «Маме-Розе». Эквадорская роза. Крупный бутон. Всего 69 рублей. «Мама-Роза». 40 лет октября 50. И московская 76. Звоните 3900. Галерея кухонь и шкафов «Атмосфера» на Хуйбышево-14 это лучший в городе выбор корпусной мебели. От строгой классики до ультрасовременных моделей. Широкий ассортимент готовых кухонь и шкафов. А также неограниченные возможности по воплощению индивидуальных проектов под заказ. Создай атмосферу своего дома вместе с нами. Телекомпания «Канск-5 канал» при поддержке управления образованием города Канска объявляет конкурс «Выпускник-2017». 9 выпускников школ города борются за общественное признание и вашу симпатию. Поддержку номинанта необходимо отправить СМС на номер 9020. Кодовое слово «Выпускник» пробел номер участника. Номер 1 – Василий Голодкин. Номер 2 – Оливей Гаджиев. Номер 3 – Мария Исилкова. Номер 4 – Валерия Гончарова. Номер 5 – Анастасия Золотарева. Номер 6 – Анна Григорьева. Номер 7 – Андрей Пивцайкин. Номер 8 – Анастасия Заблодская. Номер 9 – Андрей Окладников. Генеральный спонсор проекта – группа компаний «Орион Телеком». Партнеры проекта – физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин». Супермаркет «Мир подарков» в магазин «Парнац». Голосование продлится до 27 июня. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. В дни летних каникул о правилах дорожного движения детям стоит напоминать постоянно. Советуют дорожные полицейские родителям и сами занимаются тем же. Но слушать скучные лекции ребята не хотят. Поэтому объяснения проходят в форме игр. Материал усваивается в разы лучше, отмечают специалисты. Как научить ребенка соблюдать ПДД, расскажем далее. К игре квест, четвертый отряд готов. В количестве 26 человек. Наш девиз. Нужно слушаться без фора, указание светофора. Пешеходная аллея, бульвар дорожных знаков и веселый перекресток. На станциях с таким названием ребятам, занимающимся на детской площадке второй школы, необходимо было показать знания правил дорожного движения. Среди заданий, к примеру, без слов, лишь жестами, изобразить запрещающие и разрешающие знаки. Ну красный знак какой? Нельзя переходить дорогу. Запрещающий. Ну запрещающий, какой запрещающий? От перехода дорогу. Переходить. Ну а как называется запрещающий знак, где переходить дорогу? Движение. Запрещение. На наша цель для того, чтобы дети, естественно, больше освоили правила дорожного движения. Дети очень серьезно подошли к данному мероприятию, подготовились, подготовили название девиза кричалки. В конце мероприятия они еще покажут творческий конкурс, а некоторые устраивают флешмоб даже. Ну посмотрим. Еще одна необычная площадка – историческая. Вопросы здесь каверзные, над которыми стоит подумать. Для многих детей стало открытием, как в 18-19 веках бездорожных знаков и светофоров регулировалось дорожное движение. Если брать расстояние между одним городом и другим или населенным пунктом, то на данный момент у нас стоят знаки, которые обозначают это. То раньше ставили камни определенной формы и отмеряли мили, чтобы можно было определить, сколько до города ехать, и уже по ним ориентировались. Дети справились со всеми заданиями. Квест успешно прошли. Теперь они настоящие знатоки. Я подготавливала со своей группой танец в пешеходном переходе. Мы делали себе на груди светофоры. Мы их закрепливали скрепками. А скажи, почему нужно знать всем правила дорожного движения? Чтобы не попасть в аварию или под машину. На другой площадке школы номер 6 ребята инсценировали различные дорожные ловушки, с которыми они могут встретиться на улице летом. Далее практическое занятие. На импровизированной дороге со светофором, дорожными знаками и разметкой дети совместно с автоинспектором переходили проезжую часть по пешеходному переходу. А спортсмены из автоклуба «Ветер» на картингах и провизировали транспортные средства, чтобы ситуации были приближены к реальным дорожным условиям. Ольга Ванеева, Александр Минеев, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Азы туризма постигают канские школьники. В течение семи дней для ребят проходит интенсивный курс экспериментальной программы «Академия приключений». За это время они не только учатся вязать морские узлы и разводить костры, но и ночуют под открытым небом. Подробнее о туризме для новичков расскажем далее. Вода не холодная? Нет! Нормальная, теплая. Сегодня группа школьников вернулась из трехдневного путешествия по реке. На берегу их встречают родные и близкие. Все это время ребята учились выживать в дикой природе. Днем они сплавлялись на плоту по Кану. Ночами делали остановки на островах. Приходилось даже сталкиваться с опасностями. Один раз попали под расческу. Это ветви, которые висят над водой. И тут перед мостом сели на мель. Но сплотившись всей командой, мы смогли вытянуть плот. Экспериментальную программу для детей-новичков в туризме запустил Дом детского и юношеского туризма. Она рассчитана на семь дней. В первой из которых дети изучают теорию в палаточном лагере. А вторая часть посвящена практике. Моя задача была научить детям привить навыки самообслуживания, привить навыки безопасного поведения на природе. Ну и общение между собой. Потому что они с разных школ. Итогом должно стать, ну точно, да, все навыки, которые они вчера сдали, вечером прям сдавали зачеты по всем темам. И до этого в чайки сдавали. Что у них, я надеюсь, что у них это все отложится в голове. И мы решили, что программа удалась и что на следующий год мы ее продолжим. После завершения курса ребятам необходимо было сдать зачет. Он включал в себя несколько заданий. Вязание морских узлов, выкладывание дров для различных видов костров, спасение утопающих и стрельба. Большую помощь своей команде оказывал капитан. Следить за всем, что происходит на плоту. Ну, также знать все обязанности и их функции, что они из себя представляют. И следить за этим, за всем, где нужно подправить человека, где нужно помочь. Как только ребята спустились с плота, их место заняла следующая группа. В путешествие отправились дети, находящиеся в социально опасном положении. Для них такой коллективный отдых особо необходим. Ольга Ванеева, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. С 15 по 20 июня прошло первенство края по футболу среди юношей 2003 года рождения. Участие в котором приняли 8 команд из Канска, Красноярска, Минусинска, Железногорска, Ачинска и Дзержинска. О финальном дне соревнований и об итогах встречи в сюжете Анастасии Трикос. В последний день соревнований состоялись полуфинальные и финальные матчи. За третье место боролись команды из Минусинска и Железногорска, а за победу два красноярских клуба – «Рассвет» и «Енисей». Канская команда в этом году стала лишь седьмой. К сожалению, в Каннске 2003 года, конечно, ребятишек в городе меньше, чем в Красноярске. И поэтому у нас нет такого, что 2003 год обязательно есть 2004. У нас, к сожалению, 2004 года большая половина участников. Хуже того, они даже не то, что 2004 года, но еще и во второй половине того года. Турнир такого уровня проходит в городе не первый раз. Это объясняет и большое количество болельщиков на трибунах. Больше всего человек пришли поддержать команду «Енисей». Среди них как спортивные любители, так и те, кто в футболе, несмотря на юный возраст, настоящий знаток. Они техничные, у каждого человека есть свой такой козырь, который они используют практически во всех играх. Они играют не для себя, чтобы забить, а чисто для команды, чтобы выиграть. Итогом встречи стала победа Красноярского «Рассвета». Второе место заняла команда «Енисей» и третье – сборная из Минусинска. Анастасия Трикос, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. И еще о спорте. Жители гидролизного микрорайона приняли участие в Малых Олимпийских игр. Спортивные состязания организовала 21-я школа на своей спортивной площадке. Участвовали и дети, и взрослые. В эстафетах состязались целыми семьями. Внимание, марш! В рамках Малых Олимпийских игр были проведены спортивные семейные старты, в которых приняли участие четыре семьи. Победу одержала семья Рубченко. В волейболе соревновались школьники. Хозяева площадки и гости из 22-й школы. Команда 22-й школы стала лучшей. Помимо соревнований по волейболу, веселых стартов и семейных соревнований «Папа, мама, я», еще участвовали ребята в площадках на личное первенство по дарцу и по скакалке. Добавим, что это не первые спортивные состязания для жителей района, которые подготовили педагоги учебного заведения. Главная цель – сплотить население и повысить интерес к физической культуре. Подробный прогноз погоды на среду завершит выпуск. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семенов. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Смартфон Айсус Зенфон Гоу по интернет-цене 4990 рублей. РБТ РУ. Надо тебе чехол для планшета связать. Внимание! Только один день. 23 июня в ГДК с 10 до 19.00 состоится распродажа летней обуви от 500 рублей. Удобная мужская и женская обувь для пенсионеров и молодежи от российских производителей. А также постельное белье от 400 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По адресу Комсомольская, 1А, база, город мастеров. Далее прогноз синоптиков на ближайшую пятидневку. 21 июня в мире отмечается Международный день йоги, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с целью повышения осведомленности мировой общественности о преимуществах йоги и о принятии ее в образ жизни. Далее о том, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21 июня солнечно, ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура ночью плюс 17, плюс 21, днем плюс 32, плюс 36. Помните, у природы нет плохой погоды. Всего доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин